В Беларуси начнут использовать автоматизированную систему анализа цен на импорт. Презентация тестового проекта прошла 28 ноября в Государственном таможенном комитете. Нововведение объединяет сведения из различных информационных ресурсов, внутренних учётных списков торговых сетей, базы электронных паспортов товаров. Минобразование проводит работу по увеличению бюджетных мест как в области среднего специального, так и высшего образования. Предстоящая приёмная кампания предусматривает 30% мест на платное обучение, 70% за счёт средств государства. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Госавтоинспекция призывает перейти на зимний стиль вождения, избегать обгонов и резких торможений. Также по возможности стоит отказаться от поезда к наличным транспорте и воспользоваться общественным. Не рекомендуется парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать уборке улиц. Управление по труду, занятости и социальной защите горосполкома по 1 декабря проводит неделю переселения. Те, кто желает трудоустроиться в сельской местности с предоставлением жилья, могут ознакомиться с Республиканским банком вакансий и условиями оказания финансовой помощи. На все вопросы ответят на «Гоголя-7» в кабинете номер 6. Заключительные матчи большой домашней серии «Динамо Шинник» пройдут 29 ноября в 17 часов и 30 в 16.30. Бобруйчане сразятся на льду с Российской академией Михайлова. Сейчас команда «Бобров» в турнирной таблице Серебряного дивизиона Западной конференции занимает четвёртую позицию.